Добрый день! Я немножечко дам коротенькую информацию для наших зрителей и дальше уже мои вопросы пойдут. Итак, вы пишите, я познакомилась с этим, с вашей вот этой записью на странице в фейсбуке. Европейская поездка была связана со встречами на тему преступления Азербайджана в Арцахе и политиками, общественными деятелями в Брюсселе, Амстердаме, Страсбурге и Париже. Очень много всего сделано, говорите вы и дальше продолжайте. Даже самые профессиональные армянские дипломаты и лоббисты диаспоры не всегда могут достучаться в нужные брюссельские кабинеты, а мне это удается. Итак, первый вопрос. Как и что вам удается и удалось в этой поездке? И второй вопрос. Вы говорите, что европейцев удивляют, что на моем месте не сидят сами армяне, сами жертвы конфликта. Почему? И спрашивают они. И у вас есть на это свой ответ. Какой ответ? Я сейчас попрошу вас этот ответ озвучить и нам тоже. Итак, европейские поездки по вопросу Арцаха. Давайте начну с самого базового. Почему мой кейс европейцам более понятен, более интересен, чем даже сотни армян, пострадавших от действий Азербайджана? По одной простой причине. Потому что я не армянин и я не азербайджанец. С точки зрения циничного маркетинга и пиара это именно так работает. Когда в европейских кабинетах оказывается не армянин, на которого смотрят, ну, ваши кавказские разборки всем уже надоели, условно говоря. Давайте абстрагируемся от эмоций. Да-да-да, конечно. Это именно так. Всем глубоко плевать на беду армян. И надо, кстати, с этим вот свыкнуться и жить дальше. Ну, у них свои ежедневные проблемы. Ну, естественно. У них сейчас Украина, у них, значит, энергетические... Газ, шмазы, все так. Да. Вот. А теперь, когда у них появляется еврей, потомок узников Освенцима, который пострадал от режима Азербайджана, вообще непонятно за что. То есть европейцам вот это вот, это их задевает, это их цепляет, это им близко. Потому что тема журналист, еврей, который просто куда-то съездил, просто что-то дописал, тем более съездил не куда-то там, а съездил в Нагорный Карабах. То есть это не Сомали, это не Афганистан, это регион, где живут люди. И только за это его преследует диктатор Азербайджана. То есть как бы они не озвучивали в отношении Азербайджана, что это надежный партнер, все они в кулуарах и в беседах со мной, не только со мной, говорят, что у них колоссальные проблемы с правами человека. Но, как они говорят, это реальная политика и надо с этим жить. Соответственно, они меня слушают, они интересуются, они меня поддерживают. А те, кто меня не поддерживают, они рискуют столкнуться с тем, что на них посмотрят косо, то есть что вы антисемит, на них посмотрят косо, а в Европе это приговор всей карьере. Во-первых, это. Во-вторых, получается на моей стороне вся журналистская братья в Европе. И, кстати, когда меня принимали в союз журналиста, АФДЖ, вот знаменитая, крупнейшая в мире организация журналистская, сам лично генеральный секретарь мне вручал это удостоверение журналиста, карточку, и он сам заявил, что это человек наш, мы его все должны поддержать. Это все очень сильно, это и в правозащитных организациях, и с политиками, и так далее, и так далее. Теперь, естественно, что любой армянский дипломат, а в армянской дипломатии, ну немало талантливых дипломатов, я не могу сказать про всех, но я встречал... Ну, лоббисты, они лоббисты, скажем так, да, они знают свое дело. Люди делают свое дело и за это получают зарплату. Если получают зарплату, кто есть получает, кто просто занимается лоббингом. Я конкретно про дипломатов, сотрудников МИДа. А, конкретно дипломатов. Да, много талантливых людей, не все, не всеми я доволен, но много. Но их не могут воспринимать так, как они воспринимают меня, потому что с точки зрения европейцев и американцев, это участники конфликта. Их мнение субъективно, и они предвзяты. И это естественно. По этой причине, когда я куда-то обращаюсь, напрямую или через кого-то, естественно, что я получаю доступ к большему количеству людей. Ну, Алиев сейчас ему донесут, дорасскажут и скажут, о, это очень опасный человек. Ну, я думаю, Алиев не то, что меня считает опасным человеком, он меня считает, скажем так, своей большой ошибкой. То есть, вся история со мной связана. А как вам удалось выкрутиться? Высвободиться? Наверное, в результате того, что... Давайте я начну немножко с другого. Давайте. Есть такой телеведущий в России, Соловьев, Владимир Соловьев. Когда я находился... По-разному можно относиться к Соловьеву, но конкретно я расскажу, какое отношение имел вот к моей ситуации. Значит, когда я находился в азербайджанской тюрьме, если я не ошибаюсь, это был то ли апрель, то ли май 17-го года. Он, до этого побывав в Арцахе и выступая в Степанакерте, что это исконная армянская земля, буквально через несколько месяцев приезжает в Баку, берет интервью у Алиева. И возникает вот такой вот казус. То есть я человек, который даже таких заявлений-то не делал. То есть я последний, кто должен решать судьбу Арцаха. Это просто смешно, если я буду заявлять, что он должен принадлежать тем, либо другим. Я как блогер, как журналист, я просто описываю то, что я вижу, высказываю свое мнение. Он же делал вот такие заявления, потом он приезжает в Баку и спокойно, его никто не арестовывает, потому что все понимают, от кого он приехал, берет интервью у Алиева. А дальше одним из вопросов, которые он Алиеву задавал, он был насчет меня. Потому что когда меня выдали Азербайджану, это было вопреки интересам России, потому что Россия и Беларусь это союзное государство. И выдавая меня, Лукашенко фактически ударил по российским интересам. То есть дело не в том, что меня кто-то любил в России и вовсе не за меня заступался Сергей Лавров или Песков или все остальные, а просто это были чисто российские интересы в этот момент времени. То есть Лукашенко шантажировал Путина тем, что меня выдадут, если Россия не пойдет на отстрочку платежей по Газпрому. Это уже известная история. И, соответственно, потом меня выдают. Россия оказывается, грубо говоря, в дураках в этой истории. Лукашенко с этого, насколько я знаю, не так уж много получил. То есть, если вспомнить пресс-конференцию, которую давал Лукашенко, и он рассказывал, что я и России, и Израилю, и Азербайджану сказал, вы договариваетесь по поводу этого человека, а я сделаю то, что вы решите. То есть намек был на то, что кто, так сказать, подарит мне плюшки, тому я этого человека не отдам. Ну, плюшки ему подарил только Азербайджан. А дальше, собственно, выдали. А дальше что? То есть Алиев этим самым хотел показать, во-первых, свою силу, какой он могучий лидер, что поймал, но откровенно, никому не нужного блогера. Алиева из дружественного Израиля, о чем, кстати, вызвал взрыв негодования в израильских СМИ, в израильских пабликах. Ну, как бы Израиль не сотрудничал с режимом Алиева, исходя из своих там иранских интересов, ну, евреи очень нервно относятся, когда ими манипулируют. А это была именно попытка манипулировать Израиль. И дальше, когда приехал Соловьев, как потом рассказывал Соловьев, он Алиеву задал вопрос. В ходе этого интервью, этот вопрос вырезали из этого интервью по просьбе самого Алиева. Что с нашим гражданином, который сейчас находится в вашей тюрьме? То есть человек съездил в Карабах, сказал Соловьев. Ну, и я тоже съездил в Карабах. Зачем мы из этого сделали вот такую вот историю, которая вредит и нашим отношениям, и создает, ну, скажем так, скользкий лед, да, и Израиль сюда вмешиваем. Вот для чего? Это что надо было? На что, по его словам, Алиев ему сказал так. Мы это планировали немножко не так, но сейчас мы думаем, как выкрутиться из этой ситуации. Это то, что ему сказал Алиев. Больше, значит, Соловьев ничего не объяснил, что там происходило. Но из этого можно сделать вывод, что либо ближайшее окружение Алиева проявило инициативу, меня схвати в Белоруссии. И Алиев был, возможно, последний, кто об этом узнал. Но когда я был уже задержан, он уже не мог дать задний ход, потому что иначе сказали бы, что арестовали и отпустили. Но это позор для любого диктатора. Поэтому он уже бился до конца и, видимо, дал Лукашенко то, что он просил. И получается вот такая вот интересная вещь. Они тянули-тянули время, азербайджанцы устроили вот этот показательный суд. Они требовали, чтобы я признавал коровах азербайджанским. Но что самое интересное, что я так и не признал. Но они заявили в СМИ, что признал. При том, что азербайджанские следователи сказали, что там все равно не будет независимых журналистов в зале суда. А мы напишем то, что нам нужно. А после суда на меня, нападая в тюремной камере, забивает до полусмерти. И резко Алиев подписывает помилование через два часа после моего поступления в Бакинский госпиталь, в реанимацию. И меня увозят личным самолетом Алиева в Израиль, спецрейсом. То есть это показывает, насколько все у них было не так, как планировалось. Мой вопрос был в том, не боитесь ли сейчас вы? Естественно, что они про меня не забыли. Естественно, что для них головная боль. После ваших вот этих поездок, после ваших... Они дважды предпринимали попытки, уже после той истории с Арцахом и тюрьмой, дважды предпринимали попытки меня убить. К счастью, меня предупреждала полиция. Это было в Риге в декабре 2019 года. И это было в 2020 году, можно сказать, прямо в Ереване. То есть прямо в Ереване мне угрожала опасность. Ну тут тоже надо понимать, что армянские и азербайджанские криминальные авторитеты в Москве, в Киеве и так далее, они прекрасно между собой контактируют. И здесь у них тоже есть так называемые шестерки. То есть это все не надо забывать. А убить меня руками армян, это, я думаю, заветная мечта Алиева. Поэтому, естественно, что я не расслабляюсь. Я помню, что как лидер восточный, он свои собственные ошибки никому не прощает. То есть тут важный момент. Не себе не прощает, другим не прощает его же собственные ошибки. И поскольку моя тема продолжает его нервировать, он хочет этот вопрос как-нибудь закрыть. Вы интересную параллель провели между жителями блокированного и, как вы говорите, превращенного в подобие еврейского гетто Арцаха и тем, что происходило зимой 1941 года, когда нацисты в оккупированной Польше ввели продуктовые карточки для голодавших евреев варшавского гетто. Вы пишите следующее. Знаете, что самое удивительное? Есть сходство поведения двух народов. Армянского в 22-23 и еврейского в 41. В чем вы увидели это сходство? Сходство состоит в исключительной пассивности и бесконечной надежде, что кто-то спасет. Моя семья конкретно погибла в гетто Вильнюса, гетто Варшавы, и часть родственников там уже по отцовской стороне была убита во время львовского погрома в сентябре 1941 года. То есть конкретно моя семья, как и миллионы там других семей еврейских, они, ну, холокост через них прошелся как мясорубка. То есть это все я прекрасно знаю. И со слов, например, моего покойного деда, который сам успел побывать узником гетто, ну, он был маленьким ребенком, ну, как маленьким ребенком, ему было, получается, 17-18 лет. Не такой уж ребенок. То есть он видел, что происходило. Это была исключительная пассивность. Это была надежда на то, что Лига наций поможет, Великобритания, Франция что-то обещали, Красный Крест. И вроде как был даже такой разговор, что вроде Гитлер-то может быть и не такой плохой парень. То есть, возможно, у него есть какой-то план. Не могут же они совершить такое страшное злодеяние. То есть люди умирали в гетто. То есть уже конкретно умирали в гетто. Их расстреливали при попытках побегу, а они все еще продолжали верить, что хоть кто-то придет им на помощь и кто-то выполнит свои обязательства. И более того, среди этих евреев была организация Юденрат, которая занималась тем, что это так называемая еврейская полиция внутри концлагерей, внутри гетто, которая выполняла функции гестапо. То есть немцы старались вообще внутрь гетто-то и не заходить. Только в случае, если они там кого-то арестовывали. В основном, в 99% случаев евреи сами арестовывали своих же и выдавали их в гестапо. Свои стукачи, свои палачи. Это не просто отдельные стукачи. Юденрат — это прямо конкретно еврейская полиция. У них даже были нашивки специальные, которые арестовывали своих евреев и выдавали нацистам. Причем за что они это делали? По нескольким причинам. Попытка организации побега из гетто. Евреи их Юденрат сдавал нацистам, потому что они предполагали так, что два человека сбегут, а остальных расстреляют немцы. Либо второй момент. Многие из служивших в этом Юденрате, в еврейской полиции при гестапо, они предполагали, что взамен на сотрудничество с нацистами немцы оставят их в живых. Это раз. Плюс квартиры, имущества, бизнесы тех евреев, которые были убиты, они получат. То есть это настолько гадко все звучит, я это прекрасно понимаю, но это то, что было. Еврейский Юденрат любой может в гугле найти. Это черная страница еврейского народа. На мой взгляд, она не менее черная, чем сам факт Холокоста. То есть нет ничего страшнее, чем собственные предатели. И, кстати, моя семья, вот семья родителей, дедушки моего, собственно, они были в основном преданы и убиты. Можно сказать, самим же евреям. Это материнская ваша часть, да? Сторона. Да, получается так. Они были убиты, преданы, но можно сказать, своими. То есть если бы не предательство своих, возможно, они бы выжили. Хорошо. И говорите, в итоге от 500 тысяч жителей гетто выжили те, кто решился либо начать вооруженную борьбу с нацистами, либо сбежать. Да, это речь идет про варшавское гетто. Ну, этих гет было много. И Вильнюс, и Варшава, и Краков. Фильм был знаменитый, «Список Шиндлера». И так далее. То есть этих гетто было много. Конкретно варшавское было самое большое. Там было почти 500 тысяч человек. Но суммарно в гетто загнали от двух до трех миллионов. Как это схоже с армянским вопросом? Вот то, что я сейчас наблюдаю, не только в отношении Арцах, а в целом. В целом исключительно пассивная позиция львинной доли населения и Армении, и Арцах, и Диаспоры. То есть люди ушли воевать в Фейсбук. Вместо того, чтобы иметь какой-то крепкий стержень и национальную идею, и понимать, ну, наконец-то уже понять, что никто не придет на помощь. То есть вот эти все разговоры, поиски виноватых, Путин обещал и не сделал, Макрон сказал и не сделал. Все чего-то обещали. Ну, сколько несчастья должен пережить армянский народ? Я не говорю конкретно про сегодня, я и говорю и про геноцид армян, и про то, что ему предшествовало, и про то, что сейчас территориально осталось от Армении, и так далее. Сколько можно надеяться на кого-то? Это просто какая-то катастрофа. Откуда у вас такая информация, что вот надеются? Ну, я знаю, прямо сразу скажу, вы писали, что вы получаете письма от армян, причем преимущественно живущих вне пределов Армении. Я бы хотела, чтобы вы на эту тему тоже... Очень много, очень много я получаю претензий от армян. Наверное, из них 95% живущих за пределами Армении, из них основная часть живет в России. Это люди, которые считают, что не надо ничего делать, значит, Россия гарант всего, армянские власти делают все, что нужно. У Путина есть некий секретный план, писали. У Путина секретный. Типа, да. Мы чего-то все не понимаем, а у Путина секретный план, все будет хорошо. Вот эти люди мне напоминают еврейский юденрад, который своих же убивал, выдавал нацистам. То есть вот эти люди для меня юденрад. Я по-другому их не могу воспринимать. Те люди, которые... И эти же люди мне пишут, что я там кем-то проплачен, старыми властями, новыми, какими-то кланами карабахскими. То есть полная чушь. Вот представьте, я где-то сижу в Индии и читаю комментарии совершенно безумных людей. Это буквально сейчас, да, вы получили? Потому что вы... Три дня назад. Я вот буквально сижу в Индии и читаю какие-то глупости про какие-то карабахские кланы, с которыми я сижу в каких-то ресторанах. Я в это время сижу в Хайдарабаде, в маленькой забегаловке, рядом пасется ишак. Значит, вот весь этот колорит индийский, ну просто понимаете, это какой-то бред сумасшедший. Это шестая палата. Но, к сожалению, вот эта шестая палата, сумасшедший дом, как говорил знаменитый герой собачьего сердца, что разруха, она в головах, а не в туалетах. Вот эта разруха, она, к сожалению, очень больно ударила по Армении, очень больно. И я в армянах вижу евреев, образца Холокоста, которые все чего-то ждут, чего-то все боятся, о чем-то переживают и безмерно уповают на русского Ивана. Да. Вы как-то сказали, что в Карабахской войне проиграли армяне, но проиграли также азербайджанцы. Почему? Ну, понятно, почему Российская Федерация вошла в Арцах. С одной стороны, благодаря тому, что она туда вошла, с одной стороны, сохранился хотя бы кусочек там армянской земли, с другой стороны, то, что она туда зашла, это называется абхазизация Арцаха. То есть, фактически, сегодня Россия туда зашла, на мой взгляд, я могу ошибаться, не для того, чтобы спасать армян, не для того, чтобы там создать эпицентр стабильности, а для того, чтобы просто контролировать эту часть Южного Кавказа. Точно такая же схема Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье и прочее, и прочее, и прочее. При этом, я не осуждаю Россию, они исходят из своих интересов. А почему они должны исходить из интересов армянского народа? У них свой интерес. То есть, у Армении, как сказать, для Армении Россия это ого-го, но для России Армения это вот. У них Китай имеет в тысячу раз большее значение, чем все армянские проблемы вместе взятые. А Азербайджан? Азербайджан. Что касается Азербайджана, впервые с 93-го года русский солдат пришел, скажем так, туда, откуда их азербайджанцы выгнали в 93-м. Фактически сегодня находятся в центре Азербайджана в 30-ти километрах от трубопровода Бакут-Белиси-Джейхан. И российские войска фактически взяли снова под контроль значительную часть прямо в сердце Азербайджана. Собственно, для чего они туда и пришли. И второе, если вспомнить поездку Ильхама Алиева в Москву за день до начала войны на Украине, я бы предположил, что Ильхам Алиев прекрасно знал, зачем он туда едет и знал, что случится на следующий день. И, видимо, Путин ему дал какие-то гарантии сохранения власти Алиевых-Пашаев взамен на помощь в обходе будущих антироссийских санкций. Я так предполагаю. Поэтому, ну, вопрос какой ценой? То, что власть Алиева будет сохранена, во-первых, не знаю, насколько можно доверять гарантиям Путина, но, допустим, этим гарантиям доверять можно. Но какой ценой? Ценой того, что Азербайджан в значительной степени потерял свой суверенитет. И будет только хуже. Потому что в тот момент, когда Алиев и его окружение поймут, насколько они вляпались со всей вот этой вот истории, а пути назад тоже не будет. У них будет два варианта. Либо терять власть, либо вступать в конфликт с Россией. И я думаю, они, в общем-то, предпочтут союз с Путиным, нежели конфликт с Путиным. В таком случае, в этом контексте, давайте я спрошу следующее. Вы были в европейской поездке и именно представляли эту проблему, рассказывали об этой проблеме блокады. Вот интересно, Ваша точка зрения, что там на самом деле происходит? Алиев пытается освободиться от российского присутствия? Я думаю, вопрос заключается в том, что сегодня зависимость России от Азербайджана, она очень возросла, потому что через Азербайджан не секрет идет в обход санкции российский газ и нефть. Естественно, что Азербайджан им нужен просто как труба. Банально, как труба. И Алиев тот человек, который сидит на трубе и откручивает, закручивает, когда это нужно. То есть это единственное, что от Алиева сегодня нужно. На самом деле, откручивать кран может не только Алиев, а кто угодно. Поэтому в тот момент, когда Алиев начнет делать то, что очень сильно не нравится России, извиняюсь, то крутить кран будет кто-то другой. Алиев это прекрасно понимает. Я к чему это, собственно, все веду? К блокаде. Я думаю, все, что происходит в Арцахе, это не спонтанно и это не Демарш конкретно Алиева против России. Алиев против России ничего не может сделать. Абсолютно ничего. Он знает, что сегодня он сделает Демарш, а завтра кран будет поворачивать другой. И врагов у Алиева в его окружении тьма. Там куча враждебных кланов. Поэтому все, что делает Алиев, я думаю, что он делает, ну, скажем так, с молчаливого согласия Российской Федерации. Зачем он это делает, задается вопрос. Ну, вероятно, с целью давления на правительство Николова Пашиняна. Для того, чтобы навязать Армении мирный договор на невыгодных для Армении условиях, это раз. Это его цели, Азербайджана. Но, скажем так, цели России навязать Армении союз, подобный тому, что есть в Белоруссии, то есть союзного государства. То есть, получается, и Азербайджан, и Россия в плане блокады и давления на правительство Пашиняна преследуют схожие интересы. И как бы в Армении не критиковали Пашиняна, я знаю, что в Армении очень многие его критикуют, но сейчас он между молотом и наковальней. И, честно говоря, на мой взгляд, ему не позавидуешь. А на ваш взгляд, как он выкручивается? Как он выкручивается? Он пытается балансировать. И как он сможет выкрутиться? На мой взгляд, я опять же могу ошибаться, я не имею никаких связей с руководством Армении, но я просто предполагаю, что он пытается балансировать, он пытается заручиться поддержкой Запада, но, естественно, что он не видит каких-то реальных, действенных шагов со стороны Запада. То есть, если Армения сделает однозначно шаг в сторону сближения Запада, ну, например, денонсирует договор о присутствии здесь российских войск, ну, например, чисто абстрактно, да? Понятно, к чему это приведет. Это приведет... Или тот же ОДКБ выход, да? Выход из ОДКБ, вот такие вещи. Понятно, к чему это приведет. Это приведет к конфликту России, это приведет к тому, что здесь, значит, пятая колонна тут же восстанет. Я думаю, здесь на готове все для того, чтобы устроить беспорядки в Армении, для того, чтобы азербайджанцы тут же продвинуться в Сюники. То есть, сценарии все прописаны. Известно, что будет, если он пойдет на конфликт с Россией. Теперь задается вопрос, а готов ли Запад в этом случае Армению поддержать? Например, Грузию не поддержал никто в 2008 году, в августе 2008 года. Это был страшный удар по Саакашвили, и фактически он, он как политик, его и не пережил. Он остался еще у власти несколько лет, но понятно, что его рейтинг ушел вниз. И я не уверен, что Армения может на 100% полагаться на обязательства Запада. Потому что тот же самый, грубо говоря, коллективный Запад, евреям очень много чего обещал, в итоге все евреи во время Холокоста большинство погибло в Освенции. Поэтому я ему, я ему правда не завидую, и будь я на его месте, знаете, я затрудняюсь, что бы я делал. Я могу, кстати, перевести слова литовского политика, это бывший министр обороны Литвы, он был один из тех, с кем я встречался в Брюсселе. Йозас Олекас, это бывший министр обороны Литвы, он сказал очень простую вещь. Я ему описал всю эту ситуацию, хотя он и сам неплохо во всем этом разбирается. Как человек советской закалки, как человек из бывшего СССР. Он мне сказал такую вещь, он говорит, знаешь, я понимаю все риски армян, но армяне, говорит, в любом случае должны определиться, куда им. Как он сказал, невозможно одной попой, грубо говоря, сидеть на трех стульях. И он привел пример. Вот говорит, мы Литва, страна, в которой 2,5 миллиона населения. Мы зажаты между Калининградской областью России и пророссийской Белоруссии, которая, ну, та же Россия, прокси, да. Он сказал, мы сделали выбор в сторону Запада. Мы вступили в НАТО, мы вступили в Европейский Союз и в Шенгенское соглашение. Это наш выбор. Я ему сказал, ну, подождите, говорю, вы вступили в НАТО, вы находитесь в Европе, ваши соседи тут Латвия, тут Польша и НАТО. А Армения, разве можно сравнить? С одной стороны, враждебный Азербайджан, с другой стороны, Турция, которая, ну, точно так же враждебна. С третьей стороны, Иран, который, с вашей европейско-американской точки зрения, империя, одна из, так сказать, составляющих империи зла, и только Грузия, выход во внешний мир, вот в этой, и плюс российские базы, и плюс российская пятая колонна. Вот в этой ситуации, разве можно сравнивать с Литвой? Ну, на его взгляд, он сказал, что, а что, история с Украиной, то, что происходит, это не показывает, чем Литва и вообще страны Балтии рискуют. Что остановят российские войска, если они ударят в Литву? Ну, чисто теоретически. От границы с Белоруссией до Вильнюси 25 километров. Они это маршем пройдут за два часа. Сможет ли их остановить литовская армия? Ну, вопрос уже вызывает улыбку. А вступится ли НАТО? Я ему, кстати, задал этот вопрос. А вступится ли НАТО? Ну, он скромно ушел от этого ответа, но по его лицу было понятно, что стопроцентной гарантии он бы не дал. И тем не менее, ну, вот он проводит такую параллель, что Армения должна все-таки занять какую-то позицию, то есть, либо вы здесь, либо вы там. А немножко здесь, немножко там не бывает. То есть, как анекдот про немножко беременного. Это, кстати, очень трудная тема и очень большие риски, я считаю. И очень опасная тема для Армении. Но человек, который стремится стать премьер-министром Армении, ну, он должен иметь определенные качества и определенный план действий. Наверное, поэтому мы с вами не премьер-министр Армении. И граждане Армении отдают свои голоса человеку, который, по их мнению, имеет какой-то план. Я искренне на это надеюсь. А вот в ходе ваших вот этих встреч и бесед, вот это очень интересное было, конечно, то, что вы рассказали, встреча с Литвой, разговор вот этот. А были ли еще какие-то точки зрения? Или все сводилось, опять же, к тому, что на двух стульях, вы сказали, на трех, не знаю, третий стул который, на двух стульях нельзя сидеть. Ну, третий стул это Иран. Я так и поняла, но особенно на этом третьем стуле не сидит Армения, я так думаю. С их точки зрения сидит. Сидит, да? А, с их точки зрения сидит. Да, да, очень сильно сидит. А с учетом того, что сейчас происходит с Украиной, Россия, Иран, Азербайджан и все прочие, они как бы получаются все вместе, особенно Россия и Иран, то ближайшие союзники Армении, это Россия и Иран, которые являются злейшими врагами Запада на сегодняшний день, это не укрепляет имидж Армении на Западе. То есть, Армения и сама начинает восприниматься как прокси российско-иранская. И это не позволяет Армении, ну, скажем так, заручиться их доверием. Но, я повторюсь, что Армения находится в таком положении, что принять решение очень сложно. И даже если принять решение, мы, позиция Запада, она не может быть в принципе прозрачной. Смотрите, они говорят, Армения должна повернуться в сторону Запада и на вопрос, а Запад придет в нужный момент, в нужный час на помощь, они говорят, нет, вот смотрите, вы тоже вспомнили про Грузию и сама Латвия, даже НАТО, хотя Байден сказал, помните, не надюем, если надюем, Россия, там, территория НАТО, мы сразу включимся. опять все-таки вопрос есть у союзника НАТО, да? Ну, получается так, можно, конечно, привести контрпример, то есть, это Украина, которая Запад активно поддерживает и помогает, я, кстати, этому приятно удивлен. Я не ожидал, что будет такая поддержка, хотя, и до сих пор не питаю иллюзией, что эта поддержка будет и дальше так продолжаться. Просто вы провели параллель между Украиной и Россией, извиняюсь, Арменией и Россией, кстати, тоже так намекнуло, что вы что хотите так же, как в Украине, правда, не так прямо, но подтекст был такой, и Армения, Армения же не Украина. Ну, во-первых, Армения не Украина, ни территориально, ни по количеству населения. Я очень сомневаюсь, что если Украина однозначно возьмет сторону Запада и предпримет радикальные шаги против России, Армения очень сильно пострадает. Очень сильно. И как это обойти, у меня на этот вопрос однозначного ответа нет. Другую тему разберем. Расскажите, пожалуйста, об армяно-израильском расследовании. Это было против кибератак на армянские адреса, в частности, вот эту историю, случившуюся конкретно с вами и с Арцахбанком. Начнем с вопроса о том, какая была связь между вами и Арцахбанком. Кстати, вы сказали, что это был первый случай совместного расследования, вы пишите так, преступление Азербайджана, проведенное специалистами из Армении и Израиля. Вот об этой истории, пожалуйста. Она очень интересная. Знаете, эта история началась спонтанно. Мне позвонили примерно месяца четыре назад из колл-центра Арцахбанка и спросили, посылал ли им что-то по электронной почте. Я никогда ничего им не посылал. А теперь чуть-чуть назад. Почти два года назад я выиграл в Европейском суде по правам человека иск против Азербайджана. Их признали виновными в незаконном аресте, пытках, покушении на убийство и присудили мне заплатить символические 30 тысяч евро, которые, кстати, не заплатили. А, пока нет. Нет, они не будут платить. Сейчас я расскажу, почему они не будут платить. Это связано с Арцахбанком. Теперь я предположил с самого начала, что ничего они платить не будут. А если они ничего платить не будут, почему бы Алиеву не дать дополнительную пощечину? Пощечина заключалась в том, что я открываю счет в Арцахбанке, они же меня арестовали за посещение Арцаха, так пусть в Арцахбанке деньги переводят. То есть, это пощечина ценой 30 тысяч евро. То есть, это деньги, которые я в любом случае не получу, а Алиев получит за эти деньги пощечину. То есть, он сэкономил 30 тысяч евро взамен на пощечину. Когда я пошел и открыл счет в Арцахбанке, я им прямо сказал, что я собираюсь переслать это в Министерство юстиции Азербайджана, чтобы они перевели 30 тысяч евро вам. Мне сразу сказали в Арцахбанке, ну это уже какой-то абсурд, кто будет платить. Я им сказал, да никто платить и не будет. Это исключительно пиар, шаг. Это пощечина Алиеву. Они меня за Арцах арестовали, сейчас пусть, значит, унижаются. Что это означает по факту? Для азербайджанского социума, это ведь тут же разлетелось по всем каналам азербайджанским. Вот, в смысле, телеграм-каналам, по всем группам, ютуб-каналам. То есть, вот это вот все, оно имеет в Азербайджане даже большее значение, больше охват, чем вот этот вот их АС-ТВ, который, в общем-то, ну, воспринимают, ну, примерно как в Советском Союзе выступали, извиняюсь, воспринимали трансляции выступлений там, где-нибудь там, ЦК КПСС, да? Примерно так. И когда это все разлетелось по азербайджанскому социуму, и они увидели, что Лапшин, которого судили за посещение Карабаха, оказывается, выиграл суд против Азербайджана, и Азербайджан признан фактически террористическим государством, которое зачем-то преследует гражданина Израиля, и еще ему же должны заплатить деньги в армянский Арцахбанк. То есть, задается вопрос, а зачем меня вообще арестовывали? Что за выступление Алиева, что арест Лапшина, это победа азербайджанского правосудия? А оказалось-то, Алиев сам мелкий жулик и преступник, и теперь должен унижаться и платить в Арцахбанк. То есть, для этого я это все и сделал. То есть, это делать для того, чтобы он получил по счетчику, но он ее получил. Естественно, зная этот менталитет, вот этот азербайджанский менталитет, вот, знаете, говорить, что он мусульманский, было бы неправильно. Это называется оскорбить исламский мир, называя менталитет Алиева мусульманским. Но я вам скажу, что я хочу сказать. Я же прожил более 30 лет на Ближнем Востоке. Мы жили, ну, фактически, бок о бок с арабами-мусульманами, среди которых у меня было много друзей. Я знаю этот менталитет. Азербайджанский это тот же примерно менталитет, смешанный вот с советской вот этой вот вороватостью, хитрожопостью советской, коммунистической и повязанный на попытках следовать исламским ценностям. Это звучит, наверное, как немножко такой раздрай. Ну, в моем понимании любого человека, который жил в мусульманском мире, он понимает. То есть, это примерно как прийти на восточный базар и уметь торговаться. Это примерно то же самое. То есть, я знаю, что у них в голове. И я прекрасно понимаю, что получив пощечину, Алиев это не забудет никогда. И боль заключается не в самом факте пощечины, а боль заключается в том, что его позор увидело его окружение. Есть, кстати, такая поговорка, в ней рассказали в Чечне мои чеченские друзья, как ехал один, значит, уважаемый там, Аксакал и упал с лошади прямо мордой в грязь. И он вскакивает, отряхнулся и говорит, стар стал, но стал. Потом смотрит, а никто же не видел, что он упал в грязь. Он отряхнулся и говорит, да и в молодости тоже был говно. Вот, то же самое примерно применительно к Алиеву. То есть, для него самое страшное, что фактически я его сделал. И это увидели все. И, соответственно, это не забудет никогда и он должен как-то реабилитироваться. Как он реабилитируется? Через несколько месяцев после того, как я это сделал, меня попытались убить в Риге. Ух ты! Но меня спасла атвийская полиция, меня банально предупредили. Еще примерно через 3-4 месяца меня предупредили в Ереване, что здесь есть, скажем так, агентура. Это меня предупредили вот здесь. Люди, на Лбандяна. Тоже, за что им огромное спасибо. И риски не закончились. То есть, Алиеву нужно реабилитироваться. Он как маленький мальчик, который получил пинка под зад. И от кого получил? Если бы он получил хотя бы от равного, он получил пинка под зад, ну кто я для него? Да никто. Просто плевок в лицо и пинок под зад. И для нас с вами это звучит как полнейший абсурд. Вы знаете, вот европейцы часто мне задают вопрос вот на этих встречах, но они тоже готовились к встречам, они про меня в Википедии почитали. Они говорят, ответь на один вопрос. Нафиг ты ему нужен? Ну при всем уважении они говорят. Ну нафиг ты нужен? Ну простой парень, путешественник. Нафиг ты нужен лидеру государства? И когда я им пытаюсь объяснить, что вы не понимаете, что такое советско-исламский менталитет. Вы как жители там Бенилюкса, Англии там и так далее, вы не понимаете. Это люди, выживание которых в их воровской среде, а я не рассматриваю Азербайджан как государство, я рассматриваю, это просто как воровской, грубо говоря, общак. Собрались вот эти вот паханы, помните фильм был «Место встречи изменить нельзя» и вот прекрасный Джиграханян в конце говорит «Мы тебя не больно заряжем чик, и ты на небесах». Вот они все собрались за столом, вот я вот так вижу руководство Азербайджана, вот эти паханы собрались за столом и думают, что кто-то там значит парни... Кто-то чирикает, кто-то чирикает, ну-ка, Васек, вот заткни его, и у Васька не получается, ну ты там, Петруха, давай ты заткни, и у этого не получается. И как бы в итоге получается, что главный пахан, вот, грубо говоря, Джиграханян и провожу параллель, и Алиев оказывается как бы вот в неловком положении. И вот эта вот история сейчас вот с этим вот вирусом, зачем надо было вирус называть моим именем? Вирус назвали вашим именем? Да, так в том-то и дело, получил PDF-файл, который назывался Александр Лапшин точка PDF. Ну, PDF, как мы все знаем, ну, документ, Картул, да. И, а потом, когда вот эта израильская корпорация, Чекпоинт, вот это все расследовала, они просто пришли к выводу, что, во-первых, это все исходило из Баку, то есть, естественно, израильская корпорация, они не суд, они не могут обвинить Азербайджан. Они просто говорят, что все линки, все связи ввели в Баку. И, скорее всего, это связано со спецслужбами Азербайджана, потому что этот же файл, этот же самый, использовали против их диссидентов в Европе. Понимаете? Но это все указывает на то, что азербайджанцы мной больны. То есть, это указывает на то, что они про меня думают, потому что спустя пять лет, действуя против армянской банковской системы, назвать вирус моим именем, это говорит о том, что они реально мной больны, они про меня думают, они переживают, им очень важно, что я про них сказал. Я уверен, что не буду сейчас смотреть передачу и смотреть, что я про них скажу. Им очень важно, что про них думают. Это какой-то, не знаю, психологический комплекс. Вообще, бакинские медиа, я так считаю, сил не жалеют, я очень часто вижу, чтобы не попытаться внушить армянскому еврейскому народу, что они враги друг другу, и что в Армении есть антисемитизм, такого вообще. У меня очень много друзей среди евреев, они уехали после Советского Союза, и до сих пор у меня с ними блестящие связи. То есть, хочу сказать, я и в советское время знала, и до сих пор знаю еврейскую общину. И я могу сказать, что действительно антисемитизм в Армении, я так думаю, вы сами тоже можете сказать. Ну, в общем. И вся эта история с тем, что было нападение на армянскую церковь в Иерусалиме, это было раздуто страшно, хотя понятно было, что там обыкновенные хулиганы. Обычные гопники. Я так думаю, да, потому что ни продолжения не было, ничего не было. И вообще вся эта история с Гарри Гином Нжде. Я бы хотела, почему я вспомнила Гарри Гином Нжде, потому что где-то как-то у вас я увидела, что вы на этот счет небольшое свое, свои пять копеек вложили в эту тему. А можно я чуть-чуть, вот вы упомянули нападение на армянскую церковь, а я бы упомянул один интересный эпизод. Может быть, помните, пару лет назад здесь в Ереване какой-то вандал разбил памятник Махатме Ганди. Вы сказали, что эта ниточка тянется в Баку, честно говоря, говорили вы это? Да, я вам больше скажу. Вот я сейчас был в Индии. Я, честно говоря, не знала, это спрашивать или нет, может быть, это просто слухи какие-то. Не-не-не-не, это абсолютно не слухи. Ну давайте, тогда об этом начнем. Это очень интересная история. То есть, то, что в Израиле вот эти хулиганье просто напало, я бы сказал, что за пару дней до этого они напали там же, в Иерусалиме, на обычный магазин сотовых телефонов, абсолютно еврейский, разгромили все, там просто была поножовщина, и эти же самые люди напали, значит, на армян. Кстати, большинство из этих нападавших, они сейчас арестованы. Ну понятно, что это было все раздуто, как будто бы это имеет какое-то отношение к ненависти, к армянам. То есть, да, там были какие-то отморозки, которые реально кричали, что там христианам не место. Через пару дней после этого они напали уже на католический францисканский храм, который к армянам вообще никакого отношения не имеет, и сбросили там статую у кого-то из святых. То есть, это не межнациональный, какой характер хотят придать. Ладно, это да. Абсолютно. Почему это хотят раздуть азербайджанцев, все это понятно, как вы правильно сказали. Рассорить. Да. Теперь вернемся к Махатме Ганди, это очень интересная тема. Значит, ну, как мы помним, какой-то человек, ереванец, ночью пришел, кувалдой побил этот памятник, потом зачем-то облил его бензином, поджег, и все это снимал на телефон. Естественно, что посольство Республики Индия в Армении, оно не могло на это отреагировать, потому что для Индии это святой человек, это фактически создатель Республики Индии. Они на это отреагировали, было проведено расследование, человек был задержан, но самое интересное что? Знаете, кто первым написал про нападение на памятник? Первым про нападение на памятник написала индийская газета, которая называется The Indian Express, которая выходит в городе Дели и имеет порядка 100 миллионов аудиторию. Ух ты. Ну, среди полутора миллиардов индусов, наверное, это не так много. Да, там, да. Вот. Но достаточно много. Эта газета напечатала рано-рано с утра вот про эту историю. И потом, так сказать, общаясь и с индийскими дипломатами, и будучи сейчас в Индии, и там еще пообщавшись, ну, с их, скажем так, назовем их дипломатами, азербайджанский посол в Дели бегал по индийским изданиям и предлагал деньги взамен на то, чтобы они написали про то, что армянские вандалы уничтожили памятник Махатмы Ганди в Ереване. Уничтожили прямо. Ну, скажем так, ну, вандализм. Вандализм, да. Хорошо. Так. Опубликовала только эта газета. То есть, видимо, только там он смог занести. А остальные, видимо, то ли побоялись брать, но все-таки Индию можно критиковать, можно считать, что там грязно или там много бедных людей, но одно отрицать нельзя. Это все-таки крупнейшая демократия в мире, и это страна с достаточно мощным вертикалью власти и стержнем. То есть, вот эти вот все, вся вот эта вот укорная дипломатия, она очень плохо работает вот в таких государствах типа Индии. Поэтому в одной газете это прошло, но, насколько я понял, те, кто опубликовали, они, ну, скажем так, поимели неприятные моменты в своей жизни, и больше это не повторялось. Но возвращаемся к чему? То есть, то, что произошло в Ереване, армяне об этом узнали позже, чем азербайджанцы и индусы. То есть, тут однозначно была какая-то провокация, которая планировалась оттуда. А найти какого-то идиота, извиняюсь, среди армян, какой-то необразованный человек маргинала, который зачем-то разбил Махатму Ганди, чтобы вбить клин между армянами и Индией, ну, это однозначно. Ведь та же самая история повторилась в Иерусалиме. Почему-то никто не задумался, ну, почему этого не было никогда и вдруг случилось. Если из интереса смотреть про публикации, произошедшего в Иерусалиме, я имею в виду нападение на... Это даже не на церковь, вы знаете, это же нападение даже не на церковь было. Это армянский квартал, который отделен от остальной части Иерусалима громадной шестиметровой стеной, в которой там, то есть стене там много веков. Она громадная, да, то есть через нее перелезть невозможно. Церковь находится глубоко внутри. То есть что сделали эти хулиганы? Во-первых, там рядом был армянский ресторан, они там поломали стулья, побили посуду. Второе, что они сделали, они сорвали флаг, который был на этой стене. Просто флаг сорвали. Они в церкви никогда не были. То есть вот понимаете, когда в Армении много СМИ стали писать, что вот евреи ворвались в нашу церковь, то есть для любого не только израильтянина, но даже для любого армянина, который живет в Израиле, для жителей диаспоры, который там бывал, ему кажется невероятным. А как они вообще попали в церковь? Туда ведь не попадешь. Но вы говорите, что я на месте полиции Армении направил бы к еврейской синагоге патруль. Почему? Потому что я думаю, что азербайджанцы очень сильно хотят, чтобы армяне, я повторюсь, не армяне, как народ, именно хулиганье какое-нибудь, которого в любом народе достаточно, чтобы они что-то сделали с синагогой, после чего на весь мир разнесут ужасы армянского антисемитизма. Потому что я знаю, как мыслит руководство Азербайджана. Я повторюсь, что я знаю ислама, советский менталитет. Я еще раз повторюсь, я с глубоким уважением отношусь к мусульманам, но советские лидеры, бывшие коммунисты, которые при этом пытаются играть в ислам, чтобы вот заручиться где-то чего-то поддержкой, это не мусульмане. Это стыд исламского мира. И вернемся к Гаре Геннен-Ждэ, потому что у вас была запись об этом. Я бы хотела, чтобы вы озвучили то, что вы написали. По поводу Гаре Геннен-Ждэ, которого в Азербайджане почему-то выставляют как фашистом, нацистом, убийцей евреев, ну просто мне это читать, я даже не знаю, мне больше смешно или больше грустно. Вот что-то я пока не определился в своих эмоциях. Ну абсолютно не секрет, что никаким фашистом он не был, ни в каком гестапо он не состоял, никаких евреев он не расстреливал. Известно, чем занимался этот человек. Можно по-разному отнестись к той ситуации, что он выходил на контакт с нацистским руководством, но он выходил с целью убийства евреев. Это вообще никакого отношения не имеет. В контексте с Холокостом у меня вот этот вопрос. Тут и нет никакого контекста, что самое интересное, потому что к этому не имел отношения. В Израиле есть музей, который называется Яд Вашем. Это не просто музей. Это не просто, вот как вот есть мемориал геноцида и музей в Ереване, да, Цицернак Аберт, да, это больше. Это целый институт по... Цицернак это ласточка. Да. Цицернак Аберт это да. А вы знаете, я не знал. Вот Цицернак это ласточка. Ну, в Армении это просто музей. Музей трагедии. В Израиле это не просто музей трагедии, это центр изучения и они очень сильно связаны и с властями, и со спецслужбами. Этот музей это научный центр, который не просто ищет все, что было связано с убийствами, массовыми убийствами евреев, но и также с грабежом, также с тем, куда эти деньги награбленные, скажем так, ушли, где попрятались потомки нацистов с награбленным, то есть они этим занимаются тоже. Это огромная организация, в которой работают тысячи людей. Это не просто музей. И у них списки, которые, кстати, в открытом доступе, списки людей, которые причастны Холокосту. То есть там не перечисляется какой-нибудь простой солдат вермахта, который кого-то где-то там на Украине расстрелял. Там совершенно конкретно люди, которые имели какое-то знаковое значение. То есть, допустим, начальник концлагеря Освенцием, идеологи нацизма. Там огромный список, там 25 или 30 тысяч фамилий. Но среди них нет фамилий НЖД. А зато есть фамилия азербайджанского... Я не хочу эту тему. Не будем. Гаригина НЖД там нет. Точно. Его там нет. Если бы он хоть малейшее отношение имел к убийствам евреев, он бы там был. Спасибо. Наверное, просто времени уже у нас в обрез. Я думаю, может быть, если вы согласитесь, еще как-нибудь вы придете, потому что вы путешественник и очень интересны ваши мнения. И вы были и в Арцахе, вы были и в Армении, и вы были в Индии. Буквально недавно вы из Индии. Но я не могу не спросить. Вы там хотя бы два слова вы сказали, там был город кино. Об этом. Как путешественник тоже маленький кусочек с нами поделитесь. Я в Хайдарабаде находится крупнейшая в мире киностудия. То есть она гораздо больше Голливуда. Вообще наиболее раскрученная киностудия в Мумбаи, которая называется Болливуд. Это в Мумбаи. Но она не самая большая. Они просто хороший пиар себе сделали. Самая крупная в мире, даже вошедшая в книгу рекордов Гиннеса, это компания Раможи, которая находится в городе Хайдарабад. Это 10-миллионный огромный город. Через мои знакомства в посольстве Индии, за что я хочу, кстати, поговорить, уходящего посла господина Деваля, который очень сильно мне помог с этой поездкой. Без участия индийского МИДа я бы, наверное, не попал в недры этой киностудии на съемочной площадке. Я что-то мог снимать, что-то не мог. И что там было интересного? Это просто фантастика. Там рождается индийское кино. Там вот эти все танцы их знаменитые, там эта музыка, там вот эти дворцы, декорации. Это просто фантастика. Целый город. Это город в городе. Он имеет гигантскую территорию, порядка 50 или 60 квадратных километров. То есть он, это киногород, больше, чем весь Ереван вместе взятый. Это просто шикарно, уникально. И я получил большое удовольствие. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой и слушал путешественника, исследователя, блогера Александра Лапшина. Беседа Вилагаяна Ракелян. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok